Здравствуйте! В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. В эфире Вести Хакасия события недели. С вами Марина Конодакова. В Шира начался процесс по делу о массовых пожарах 2015 года. Чтобы на него смогли попасть все пострадавшие, потребовался зал Дома культуры. Что такое территория опережающего развития и кто может стать ее резидентом, рассмотрим на примере Абазы. На прилавках Хакасии появится тушенка из монгольского мяса. Деловое партнерство обсуждалось на самом высоком уровне в Улан-Баторе. Бракираж три раза в день и переаттестация кухработников. 26-й школе Абакана выполнили все предписания Роспотребнадзора и готовы поручиться за безопасность питания. Итак, начался первый судебный процесс по делу об апрельских пожарах 2015 года. И происходит он в самом пострадавшем селе Шира. Первое заседание прошло в закрытом режиме. Тем не менее, нашему корреспонденту Виктору Бурову удалось пообщаться с теми, кого обвиняют и с теми, кто ждет справедливого вердикта. Два с половиной года начало судебных разбирательств об апрельских пожарах 2015 года ждала без привлечения вся Хакасия. Страшная трагедия, унившая жизни 32 человек, не оставила равнодушными и многих жителей страны. И вот дело дошло до суда. Сегодня и первые предварительные слушания. Они прошли в закрытом режиме. Но вот что нам стало известно на данную минуту. Итак, на скаме подсудимых трое чиновников. Это главы Ширинского района Сергей Зайцев и Ширинского сельсовета Юрий Ковалев. А также начальник Ширинского гарнизона противопожарной службы Виктор Зинцов. Всем троим предъявлено обвинение по статье «Халатность». Мужчина находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, недобросовестное отношение чиновников к своим служебным обязанностям привело к гибели 12 человек. Более 50 жителей получили серьезные травмы и ожоги. Также, по данным следователей, чиновники нанесли материальный ущерб Хакасии и муниципалитетам на общую сумму почти в 350 миллионов рублей. Нам удалось пообщаться с родственниками погибших и пострадавшими. Предлагаю послушать, что они нам рассказали. Не знаю, я хочу послушать, посмотреть. Ну, что понесли наказание кто-нибудь. Я больше не могу говорить. Ветер такой был сильный, что где-то до 25 метров в секунду. И, как говорится, самому там сделать было нечего. А пожар постоял, она постояла, рукава отцепили и уехали. Куда, неизвестно, ЗИЛ был. Ну и все, и никакого там участия. А пожар буквально 15 минут, и дом сгорел. Вся улица сгорела, считаешь. Ну, так как погибли люди, и все люди пострадали. Ну, представьте, если бы это было ночью, пострадало бы вообще много людей. Так как это было утром. Расследованием резонансного дела занимались следователи главного управления следственного комитета. По сути, Зайцева, Ковалева и Зинцова обвиняют в том, что они не смогли вовремя ликвидировать очаг возгорания в селе Шера, самом пострадавшем районе. Пожар начался с возгорания несанкционированной свалки, а вокруг села не было организовано минерализованных полос и отсутствовала система оповещения населения. Более того, ответственные лица не стали привлекать к тушению пожара дополнительные силы, понадеявшись, что справятся с огнем самостоятельно. Материальные потери понесли свыше тысячи человек. До начала судебного заседания мы пообщались с одним из обвиняемых. Вот фрагмент его речи. Суд определит, как я могу сказать, кто виноват. Если просто сказать, что виновата стихия, я не могу обвинить Господь Бога, что так случилось. Для того, чтобы установить все обстоятельства по делу, следователи провели колоссальную работу. В результате было проведено более 150 экспертиз. В итоге Следственный комитет восстановил полную картину произошедшей трагедии. Добавлю, что расследование уголовного дела по факту массовых пожаров в Хакасии продолжается. Сегодняшнее заседание далеко не последнее. Будут новые обвиняемые. Напомню, что в Хакасии в 2015 году в огне погибло 32 человека, пострадало свыше 6 тысяч жителей. Крупнейший в истории современной России пожар практически полностью стер с лица земли. 38 населенных пунктов. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Следующее заседание состоится 30 октября и будет проходить в открытом режиме. Мы будем следить за ходом этого процесса. А сейчас о других, пострадавших от огня. В селе Кызла сразу две многодетные семьи остались без жилья. Двухквартирный дом загорелся ночью. Первая семья, в которой семь маленьких детей, успела спасти вещи и мебель. Вторая квартира сгорела полностью. Никто не пострадал, хозяев не было дома. Однако супруги и трое детей потеряли все имущество. Здание восстановлению не подлежит. Причина пожара неизвестна. Сейчас обе семьи расселены во временном жилье, но требуется помощь. Все, кто хочет помочь, обратитесь по номеру, который сейчас выведен на экран. Люди будут рады любой помощи. Вот уже три месяца, как Абаза стала территорией опережающего развития, сокращенно ТАСЭР. По замыслу правительства, это поможет городу Горняков покончить с зависимостью от градообразующего предприятия. Хотя до экономического бума еще далеко, местные власти готовы к напряженной работе по развитию экономики. А люди надеются, что город будет процветать. Знаете ли вы, что из сосны тоже можно варить сироп? И если залить им молодые шишки, получится удивительное варенье. Много его с чаем не съешь, но даже от одной ложки – польза для всего организма. Сохраняются все вещества. Но это профилактика простудных заболеваний, инсультов, инфарктов. А еще из сосновых побегов можно делать цукаты, а кедровые орешки превращать в суперполезный десерт. Все эти деликатесы, а также другие дары местной тайги готовят в абазинском промысловом хозяйстве. Цех небольшой, произведенным всю республику не обеспечить, хотя от такого здорового питания вряд ли бы кто-то отказался. В родном городе эта продукция стала настоящим брендом. То есть, что можно привезти с абазы, все идут к нам. Значит, нужно пойти в промхоз. И там все есть. Натуральные продукты, мы не используем никаких пищевых добавок. Промысловое хозяйство – одно из десяти предприятий, желающих расширяться за счет новых преференций. Но то, что город получил особый статус, не означает, что у бизнеса в одночасье исчезла обязанность сплатить налоги. Сначала необходимо дождаться заключения соглашения между Республикой и Минэкономики России. Только после этого начнется отбор в Федеральный реестр резидентов. Чтобы стать резидентом территории опережающего развития, необходимо защитить бизнес-проект стоимостью от 5 миллионов рублей, который обеспечит работой как минимум 20 человек. Лишь после этого предприятие сможет пользоваться налоговыми льготами. Наибольшая скидка дается по отчислениям в пенсионный фонд и по налогу на прибыль. Крупный бизнес прежде всего интересует деревообработка, так как вокруг богатая тайга, а также металлургические производства. Но чтобы база окончательно стала привлекательной для инвесторов, необходимо улучшать инфраструктуру, начиная от дорог и заканчивая инженерными сетями. Отдельный вопрос – это территории под будущее производства. Свободной земли не так много, зато есть брошенные промышленные здания. Где-то в законном поле, где-то в судебном порядке определяем собственников для того, чтобы решить дальнейшее местонахождение этих разбитых, которые не украшают наш город, конечно, помещения и здания. Необходима, естественно, ревизия всех хозяйственных участков, которые у нас есть, в каком состоянии находятся, по собственности определиться. Статус ТОСР сулит выгода не только бизнесу. Сама база должна меняться, и уже в этом году она получила 7 миллионов рублей на благоустройство, благодаря чему будет обновлен парк возле спорткомплекса и разбит новый сквер на улице Лазо. Выросший больше века назад город Горняков всегда жил за счет Рудника. Но текущий кризис показал – эта зависимость должна остаться в прошлом. И сами люди уверены – здесь можно делать деньги. Можно создать все, особенно лесная промышленность, туризм. Почему нет? Здесь для туризма очень хорошие места. Прекрасно. Почему? У нас и Путин проезжает, знает, что значит, знает эти места. Не только мы живем здесь, но и другие из Москвы все знают. Очень много иностранцев сюда приезжают летом отдыхать. Хотелось бы верить, что город не погибнет, а будет процветать. Абаза – первый город, ставший территорией опережающего развития. Но не последний. В республике еще целый ряд моногородов и поселков, благополучие которых под большим вопросом из-за нестабильности градообразующего предприятия. Им также планируется присвоить статус ТОСЭРа. Свои перспективы появились и у известной агрокомпании «Мавр». Она налаживает сотрудничество с партнерами из Монголии, причем на самом высоком уровне. Руководитель «Мавра» Владимир Ромашов встретился с президентом Монголии, Халтмаагином Батулга. Подробнее об этом в эксклюзивном материале Максима Соболева. Еще 25 лет назад Улан-Батор был типичным для постсоветского времени городом с однообразной архитектурой и коммунистическим строем. Но после демократической революции Монголия выбрала иную, более открытую внешнеэкономическую политику и добилась успеха в развитии национальной экономики. Наряду со знаменитым «Кашемиром» всемирную славу имеет мясо от монгольских производителей. Благодаря травяному откорму животных и отсутствию какого-либо комбикорма оно считается экологически чистым и вкусным продуктом. А полное отсутствие санкций и ограничений делает Монголию одним из главных игроков на рынке производства мяса. Теперь в списке партнеров монгольских сельхозпроизводителей значится и Хакасия. На днях в Улан-Баторе побывала делегация во главе с руководителем агропромышленной компании «Мавр» Владимиром Ромашовым. Те ответственные планы, которые мы намечали в нашей компании, они на сегодняшний день не выполнены. И одобрение первого лица государства на них получено. В результате этой деятельности мы хотим заготавливать на территории Монголии мясо говядины, мясо конины. И хотим построить большой современный консервный завод. Стоит отметить, что в Монголии все серьезные бизнес-вопросы решаются на самом высоком уровне. Первая встреча с президентом Монголии господином Бутулгой. Подобные приемы здесь случаются крайне редко. И такой жест уважения к российской делегации можно расценивать как готовность к долгому и плодотворному сотрудничеству. На встрече с президентом был представлен план строительства в Монголии нового консервного завода с современным оборудованием и огромными объемами производства. Руководитель принимающей стороны высоко оценил инициативу наших бизнесменов и дал зеленый свет новому беспрецедентному проекту. Состоялось еще несколько встреч, например, с руководителем правящей партии. И, как оказалось, политический лидер страны также не видит никаких препятствий, чтобы начать работу. Максим Соболев, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, Улан-Батор, Монголия. Когда теплый дом совсем не греет, люди звонят на телевидение. В Черногорске до сих пор холодные батареи в разных частях города. Наша съемочная группа выехала по одной из жалоб и на месте узнала еще несколько адресов, где отопления практически нет. Рассказывает Виктор Ложников. Только благодаря этой батарее у меня более-менее в квартире тепло. Юлия Суханова ходит по квартире в спортивном костюме, теплом халате и вязаных носках. Иначе можно замерзнуть. И это с учетом сравнительно теплой осени, дополнительного электрообогревателя и теплых полов на кухне. Батареи в однокомнатной квартире, как говорится, едва живые. Я позвонила в нашу управляющую компанию «Теплый дом». Пришел сантехник, посмотрел батареи, сказал, что я пойду в подвал посмотрю и все на этом. Электронагреватели «Теплые полы» берут много энергии. Суммы в квитанциях резко выросли, хотя этой переплаты могло и не быть, если бы батареи работали нормально. Кстати, после нашего визита в квартиру Сухановой наведался сантехник, и радиаторы быстро нагрелись. А съемочную группу остановили жители соседнего дома. «Советская 102» в некоторых квартирах, люди жалуются, холодно. Батареи еле теплые. Говорят, что давление «Хактек» не дает. То какие-то шайбы у нас стояли в подвале. Потом вроде бы их сняли. В центре города холодно. Не в отдельных квартирах полностью замерзают две многоэтажки. На Ленина 76 и 78. «С наступлением отопительного сезона у нас постоянно холодные полотенчики. Но люди в верхних этажах у нас точно мерзнут все. Крайние подъезды полностью замерзают». Жители вспоминают, что раньше их дома отапливались от другой котельной. В квартирах зимой было комфортнее. Но после переключения к «Хактековской» отрегулировать температурный режим никак не могут. В единой диспетчерской службе Черногорска говорят, что жалобы на холод поступают из разных концов города. Стоит добавить, что сегодня у людей появилась надежда, что проблемы с теплоснабжением уйдут в прошлое. Сибирская генерирующая компания разработала проект подключения потребителей Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Абаканская ТЭЦ, у нее есть свободная тепловая мощность. Ее хватит с избытками на Абакан, на Черногорск. Тот проект, что мы сейчас рассматриваем, Абаканская ТЭЦ, он предусматривает в том числе не только присоединение самой системы теплоснабжения трубой, но и установку еще подкачивающих насосных станций. Сейчас у нас специалисты считают, что судья драудок по городу, ведь в каком месте ставят насос, чтобы в каждой точке города был необходимый располагаемый перепад. Как раз вода в одну сторону текла, а обратно возвращалась, чтобы никто не мерз. Все затраты, в том числе по строительству 11-километровой магистрали и ремонту устаревших теплосетей в Черногорске берет на себя СГК. Осталось внести некоторые коррективы в законодательство, и возможно уже через пару лет черногорцы будут зимовать при комфортных температурах. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. О полной готовности к холодам напомнили теплоэнергетики столицы. Абаканская ТЭЦ прошла все необходимые ремонты. Коммунальная сфера Абакана может подать пример другим муниципалитетам. Жильцы многоквартирных домов, организации и муниципальные учреждения обеспечены теплом в полном объеме. На ремонт 4-х километров сети СГК вложили порядка 40 миллионов рублей. Запасы угля на ТЭЦ превышают положенный максимум. В этом году станция проведет теплосеть от Нижней Согры до микрорайона Мостоотряд. Жители будут обслуживать котель на номер 6. Завершается подключение района Арбан. Ну и принимая критику последних сезонов, энергетики ввели двойную корректировку температуры на ТЭЦ, чтобы избежать так называемых перетопов в квартирах. В правительстве начали принимать вопросы на прямую линию с главой региона. Она состоится в ноябре. Точная дата станет известна позже. Оставить сообщение можно по номеру телефона, который сейчас на экране. Либо в редакциях газет «Хакасия» и «Хабар в Абакане», или ВКонтакте в официальной группе «Республика Хакасия». Здесь обязательно нужно указать хэштег «Вопрос Зимину». Трансляция будет идти и на нашем YouTube-канале. Сегодня день работников дорожного и автомобильного хозяйства. Эту дату власти отметили торжественным собранием. Гостей поздравил глава республики Виктор Зимин. Общая протяженность дорог в республике порядка 7 тысяч километров. И «Хакасия» заняла второе место в Сибири за соответствие дорожного полотна нормативом. К слову, большая развязка на трассе между Черногорском и Пригорском будет сдана в эксплуатацию уже в конце ноября. Также в планах возобновление строительства дороги в Кемерово. Праздники объединили дорожников и автомобилистов. Ну как сказать, так должно быть. Мы ездим по дорогам, автомобилисты, которые дорожники для нас делают. Иногда дорожников нужно заставлять работать, чтобы трассы становились лучше. Так автоинспекция выиграла суд. У дорожников и добилась освещения трассы М-54 в районе Калинина. Это один из самых загруженных участков «Хакасии». В сутки там проходит порядка 30 тысяч машин. Репортаж Натальи Гармашовой. Это трехкилометровый участок федеральной трассы М-54 на подходе к Абакану. Точнее, между кольцевыми развязками в районе села Калинина и аэропорта. Поток машин здесь нескончаемый, а вместе с этим и высокая аварийность. Трасса, разработанная в 80-х годах, ее условия не позволяют принять такой поток, который сейчас проходит в настоящее время. Это свыше 30 тысяч единиц транспорта в сутки. Дорожно-транспортные происшествия происходили, как правило, в вечернее время суток. Полицейские района забили тревогу. Обо всех смертельных ДТП сообщали Федеральное управление автодорог «Байкал», которое отвечает за содержание трассы. Предлагали пути решения проблемы. В результате в 2013-м обратились в прокуратуру. По результатам проведенной проверки прокурора М-54 на правильное заявление в Центральный районный суд города Красноярска об обязании Федерального управления автомобильных дорог «Байкал» именно в той части установить данное освещение. Решением Центрального районного суда города Красноярска от 17 апреля 2014 года требования прокурора удовлетворены. В настоящее время ведется работа по установке данного освещения. Также суд обязал дорожников установить на трассе разделительные барьерные ограждения. По этим двум пунктам вопросов у ответчика не возникло. Монтаж и электроопоры ограждения уже и так стоял в плане работ в рамках программы развития федеральных дорог. Еще в 2014 году, в год, когда решение было принято, барьерное тросовое ограждение на подъезде к Абакану и в районе поселка Расцвет у нас уже было установлено. То, что касается установки электроосвещения, то также у нас в конце 2015 года был заключен соответствующий госконтракт на выполнение работы. Третий же пункт судебного решения, то есть расширение трассы в районе Кольца рядом с аэропортом, дорожники все-таки обжаловали, посчитав, что увеличение здесь числа полос не решит проблему автозаторов и, следовательно, аварий. Краевой суд с мнением дорожников согласился. Мы, со своей стороны, это аргументировали тем, что здесь необходима полноценная реконструкция со строительством транспортной развязки на аэропорт. В будущем году мы планируем приступить к проектированию реконструкции на трехкилометровом участке трассы. И надеемся, что мы тоже в ближайшие годы этот проект реализуем. А между тем первое дорожное новшество автомобилисты уже успели оценить. Монтаж освещения на трассе почти завершен. Фонари пока работают в тестовом режиме. Я когда тут ехал, когда освещенный был, вообще как кайф. Ты так же едешь проще, дорогу, трассу видно, движение заметное, все заметно. Ждать, когда здесь будет светло, круглые сутки осталось недолго. До конца октября полицейские не исключают, что аварий теперь станет меньше. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В Абаканской школе 26 на этой неделе Роспотребнадзор провел заключительные проверки после вспышки норовирусной инфекции. Напомню, в конце сентября поевшие в школьной столовой ученики попали в больницу. По факту группового заболевания было возбуждено уголовное дело. Мы узнали, как сейчас обстоят дела в пищеблоке и какие выводы сделали в администрации после инцидента. Рыба с пюре, салат и кисель. Обед у школьников не только питателен, но и безопасен. Сегодня здесь уже ничто не напоминает об инциденте с массовым заболеванием детей, пятеро из которых оказались в больнице. Перед тем, как подавать приготовленное ученикам, педагоги и кухработники проводят так называемый брокераж, то есть проверку еды на качество и свежесть. На каждый вид продукции ставится проба. Гарниры не менее 100 грамм, напитки порция и салаты по порции. Суточные пробы хранятся в 48 часов. После того, как у двоих кухработников был обнаружен норовирус, пищеблок и школа прошли тщательную дезинфекцию, рассказывает директор образовательного учреждения. Помимо этого предприниматель, обеспечивающий детей обедами, заставила всех своих работников заново пройти медобследование, издать анализы, чтобы убедиться в их здоровье, а также доказать свою профпригодность на переаттестации. Но разрывать с ней договор школа не стала, так как следствие еще не установило прямой вины организатора питания в произошедшем инциденте. Больше полагаемся на специалистов, когда будут заключительные результаты, и мы все-таки примем эту ситуацию. Если это будет халатность, я думаю, что индивидуальный предприниматель сделает соответствующие выводы. Но и, тем не менее, мы сегодня еще усилили контроль. Прокиражная комиссия у нас буквально три раза в день выходит в столовую. Предприниматель обеспечивает питанием не только 26-ю, но еще 8 школ города. Управление образования проверило их пищеблоки и ничего подозрительного не нашло. В любом случае, директорам всех городских образовательных учреждений укажут на необходимость более жесткого контроля. Ведь именно они проводят торги и заключают договоры с теми, кто решил заработать на школьном питании. Безусловно, мы сделаем акцент на то, чтобы при заключении контрактов руководители образовательных учреждений более тщательно прописывали все условия организации осуществления оказания услуг по организации питания. Что касается инцидента в 26-й школе, Роспотребнадзор завершает свою проверку и решает вопрос о привлечении организатора питания к административной ответственности. Следственный комитет продолжает свое расследование. Именно ему предстоит разобраться, какова степень вины предпринимателя, из-за услуг которого пострадали дети. И вниманию охотников! Лось включен в Красную книгу Хакассии. Решение принято правительством республики. До этого момента Сахатый находился в приложении Красной книги. Там он значился как уязвимый вид. А теперь попадет в основной список, как исчезающий. По данным последнего мониторинга, численность лося составляет всего около 400 особей. Статус краснокнижного предполагает более суровое наказание за истребление для браконьеров. Это уже уголовная ответственность с возмещением ущерба почти в 300 тысяч рублей. Не только приезжать, но и прилетать смогут медики республиканской больницы. В Аскизе появилась вертолетная площадка для санавиации. Она имеет электроосвещение, полностью соответствует правилам навигации, сможет круглосуточно принимать медицинские бригады. Санавиация позволяет оказать экстренную помощь раненым и больным в удаленных территориях. Поэтому Минздрав добился включения региона в специальную федеральную программу. По ней и были получены средства для строительства вертолетных площадок в Шира и Аскизе. По мнению специалистов, в этих территориях наиболее высокая потребность в помощи санавиации. Именно в Аскиз это уже 23-й вылет. Из 23-х вылетов у нас 13 больных. Это острое нарушение мозгового кровообращения. И острый коронарный синдром. Вертолет готов в любую точку, там, где ему позволяют условия садиться. Но тогда, когда вы видите и условия подъезда, и больные, это тяжелая категория. И просто так вот по кочкам. Тогда вертолет-то сядет, а вот доехать до этого места на машине, довезти больного, это уже второй вопрос. И к событиям из жизни культуры. В театре «Сказка» большая премьера. Спектакль «Старший сын» по знаменитой пьесе Александра Вампилова. Для работы над новой постановкой пригласили режиссера из Петербурга Александра Ставискова. За что мы любим театр «Кукол сказка»? За многое. Но самое главное, этот коллектив не перестает нас поражать, удивлять, другими словами, не оставляет равнодушными. Еще свежи впечатления о летней премьере постановки Мария Стюарт, а в «Сказке» уже готова новый спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. И снова полный зал, и вновь растроганный до слез зритель. Мне на самом деле очень понравилось. Я вот сегодня пришла, я не пожалела, что сегодня пришла. Потому что играют, знаете, прям вот окунулась в спектакль. Вот такое ощущение, что ты находишься на сцене и прям вот проживаешь эту вот всю жизнь, которая происходит в спектакле. История с «Блудным сыном» очень интересная решена, мне кажется. Потому что, да, это история о «Блудном сыне», возвращении домой, о семье, о доме, об объединении семьи дома. Сюжет пьесы «Старший сын» известен многим благодаря художественному фильму, где сыграли такие известные актеры, как Караченцев, Боярский и Леонов. Молодые люди, разгулявшись, пропускают последнюю электричку и ночью остаются в незнакомом городке, без крыши над головой. Решив найти себе ночлег, они обманом попадают в дом добродушного музыканта Сарафанова, назвавшись старшим сыном хозяина дома. Спектакль – своеобразный поклон великому артисту Евгению Леонову, чей портрет висел на сцене на протяжении всего действия. Взявшись за эту постановку, режиссер и актеры понимали, что зритель волей-неволей будет сравнивать известную киноленту и спектакль. Однако такое сосуществование, по словам режиссера, помогало и накладывало на актеров определенную ответственность. И все-таки каким бы ни был прекрасным художественный фильм «Старший сын» – это пьеса, и она должна жить в театре. Да хорошо работали, в общем, все поработали хорошо. Единственное, что в такие сжатые сроки, такое глубокое произведение, очень трудно ухватить просто, в глубину очень трудно прорваться. Но все очень искренние ребята, для всех это дорого, поэтому я думаю, что будет спектакль только крепнуть. Питерский режиссер Александр Ставицкий познакомился с театром «Кукол сказка» этим летом. И, скорее всего, сотрудничество продолжится. Что касается постановки «Старший сын», то премьера спектакля состоялась 13 октября. В следующий раз с этой работой актеры выйдут на сцену 27 октября. Если честно, знакомую историю, рассказанную актерами сказки, их хочется посмотреть еще раз. А сейчас о новости, которую взбудоражило школьников и их родителей. На этой неделе открылся первый в республике детский технопарк. Хакасия попала в число регионов, где действует федеральный проект «Кванториум», главная цель которого – выявить способных детей и воспитать из них будущих айтишников, биотехнологов и других специалистов будущего. Какие возможности дает технопарк, узнаете далее. У школьников Хакасии появилось место, где они могут раскрыть свои способности и, возможно, построить свое будущее. Детский технопарк «Кванториум» – кузница будущих инженеров, учиться в которой будет не только полезно, но и интересно. Ведь одно дело – видеть робота на экране, и совсем другое – создать его самому. Это надо начинать постепенно, сразу это будет трудно, но потом будет легко. Это мой робот, я его собирал один день. А это изобретение понравится всем, кто дома выращивает цветы. Ваня Балакин создал систему автоматического полива, и теперь его родители спокойно могут уехать на несколько дней и даже месяцев. И не бояться за свою оранжерею. Ну, это в зависимости от аккумулятора и от количества воды. То есть вы можете поставить машину на аккумулятор и набрать ванну воды, и на все лето хватит. Помимо робототехники, в технопарке научат программированию, промышленному дизайну, аэромоделированию и другим технологиям будущего. На таких занятиях ребята по-новому взглянут на физику, математику, биологию и другие предметы, которые многим кажутся довольно скучными по школьной программе. Поэтому сюда стремятся как уже состоявшиеся изобретатели, так и совсем юные исследователи. Редко где встретишь такую концентрацию умных и целеустремленных детей на один квадратный метр, как в Кванториуме. Мне интересно наблюдать за всякими бактериями, а больше всего за клетками. А кем ты мечтаешь стать? Я сначала хотел Нобелевскую премию получить, но потом решил стать бизнесменом. Микроскопы и квадрокоптеры – лишь малая часть того оборудования, которым будет оснащен технопарк. До конца года здесь появятся аппараты ЧПУ, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности и другая уникальная техника. На ее покупку и ушли все 80 миллионов рублей, выделенные для создания Кванториума. Более четверти суммы выделила республика, за счет чего регион во многом и попал в федеральный проект. И он не будет привилегии лишь городских детей. Скоро у технопарка появится 16 автобусов. Это нам позволит позволить детей из всех муниципальных образований Республики Хакаси в рамках внеурочной деятельности, в рамках выходного дня, в рамках каникул. Мы планируем, что здесь и летние площадки будут активно использовать базу Кванториума. Занятия в Кванториуме бесплатные, подчеркивают специалисты. Но пока они проходят в центре доп. образования на Саралинской. А полноценный технопарк начнет работу только с нового года. К этому времени в республику должно поступить все оборудование и решены вопросы с размещением в музее. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были эти полчаса с нами. Всего доброго и до новых встреч.